Венесуэла дала колумбийским дипломатам 24 часа на выезд из страны. Попытка госпереворота в Венесуэле Венесуэла дала колумбийским дипломатам 24 часа на выезд из страны. Полночь 16. РИА Новости. Михаила Лайдин. Ситуация в Венесуэле. РИА Новости. Михаила Лайдин. Ситуация в Венесуэле. Архивное фото. Сент-Джорджес, Гренада. 24 фифрия новости. Дипломаты и консульские сотрудники Колумбии должны покинуть Венесуэлу в течение суток, говорится в заявлении МИД Республики. Предоставляется срок в 24 часа, начиная с публикации этого сообщения, чтобы дипломаты и консульские сотрудники Колумбии покинули Венесуэлу, заявило министерство. По мнению МИД, США и Колумбия, организовали на границе с Венесуэлой пропагандистское шоу, нарушив нормы ООН, подвергли риску мир в стране и в регионе. Кризис в отношениях между Венесуэлой и Колумбией. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее в субботу заявил, что Каракас разрывает дипломатические и политические отношения с Боготой. Власти Колумбии пообещали как можно быстрее отозвать дипломатов из Венесуэлы. Вчера, 22.14. Мадуро призвал народ и армию защищать страну, если с ним что-то случится. Обострение в отношениях между двумя государствами вызвано ситуацией вокруг доставки американской гуманитарной помощи из Колумбии в Венесуэлу. Ранее сообщалось, что Каракас стянул войска к границе, чтобы не допустить проезда грузовиков в страну. Протестующие прорвали кордон полиции, чтобы встретить груз. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Депутат Национальной Ассамблеи Венесуэлы Габи Арельяна сообщила, что три грузовика сожгли. Кроме того, по информации СМИ, в результате столкновения на границе с Колумбией пострадали семь человек. Еще десять получили травмы из-за возгорания грузовика. Венесуэльская оппозиция 23 февраля пытается доставить гумпомощь на территорию страны, причем правительство законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерено ее принимать. По словам президента Венесуэлы, американская помощь превратилась в фальшивое шоу, так как Вашингтон ввел санкции против Каракаса. Вчера, в 8 часов Трамп побеждает Венесуэлу. Фильетон репортаж.